С вами канал Учебник Слух. География, 9 класс, параграф 17. Факторы размещения производства. Помните, в самом начале учебного года мы рассматривали пример формирования нового хозяйственного района. Тогда мы пришли к мысли о том, что производство не может возникнуть на пустом месте. Для этого необходимы некоторые условия. Условия, определяющие возможность возникновения и развития той или иной отрасли хозяйства на конкретной территории, называются факторами размещения производства. Для каждой отрасли характерен особый набор факторов размещения. Если работа предприятия связана с переработкой большого количества исходного сырья, то наиболее целесообразным может быть его строительство рядом с источником этого сырья. Так проявляется влияние сырьевого фактора размещения производства. Например, для работы металлургического завода необходимо огромное количество руды. Но для выплавки металла нужен еще и уголь, причем немало. Поэтому металлургические производства имеет смысл размещать и в районах угледобычи. В этом случае учитывается действие топливного фактора. Многие заводы и фабрики используют в своем производстве воду для транспортировки, мойки, охлаждения оборудования. А в ряде химических производств вода и сама является сырьем, который часто нужно не меньше, чем сырья. Вряд ли целесообразно строить такие предприятия в засушливых районах, где нет крупных рек и озер. Проще их сразу размещать на берегах водоемов. В таком случае говорят о влиянии на размещение предприятий водного фактора. Различные производства потребляют разное количество электроэнергии. Для каждого производства нужна электроэнергия. Но здесь речь идет не об освещении цехов и электропитании станков, а о том, что есть производственные процессы, которые нельзя осуществить без затрат огромного количества электроэнергии. Например, выплавка алюминия происходит в электропечах специальной конструкции, которые требуют столько же электричества, сколько средних размеров город. Конечно, по линиям электропередачи электричество можно доставить на весьма значительное расстояние. Но эти линии еще нужно построить, а при передаче энергии неизбежны потери. Поэтому с технической и экономической точки зрения проще и выгоднее размещать энергоемкие производства рядом с электростанциями. Таким образом, имеется и энергетический фактор размещения производства. В зависимости от численности работников изменяются затраты на выпуск единицы продукции. На некоторых крупных заводах трудятся тысячи рабочих. Такие производства называются трудоемкими. Много труда затрачивается на предприятиях машиностроения, легкой промышленности, заводах химического волокна. Здесь действует фактор трудовых ресурсов. Важным является не только количество работающих, но еще нужны и рабочие высокой квалификации. Их наличие учитывается при создании любых сложных производств. Готовая продукция многих предприятий или не может долго храниться, или непригодна для дальних перевозок. В этом случае производство размещают в тех районах, где потребляется эта продукция. Понятно, что торты и пирожные не повезут для реализации через всю страну, а производство валенок не найдет своего потребителя в южных районах страны. Таково влияние потребительского фактора на размещение производств многих отраслей. Транспортный фактор, как фокус, собирает в себе действия остальных факторов размещения. Здесь все дело в стоимости перевозок. Если сырье и топливо перевозить дешевле, чем готовую продукцию, предприятие ориентируется на топливно-сырьевые ресурсы, а если наоборот, оно размещается в районах потребления продукции. Размещение, например, металлургических заводов часто опирается на наличие сырья или топлива. Лишь в исключительных случаях сырьевые ресурсы соседствуют с топливными. Как правило, на завод что-то придется завозить. Иногда металлургический комбинат рационально размещать между угольным и железорудным бассейнами. В этом случае к нему придется подвозить и уголь, и руду, но и то, и другое будет перемещаться на существенно меньшие расстояния. Современная индустрия, как мы видели, очень сильно изменяет природные комплексы, а их негативные изменения сказываются на здоровье населения. В этой связи нужно учитывать экологический фактор. В соответствии с этим фактором грязные производства нужно размещать таким образом, чтобы жилые кварталы не оказались в зоне действия их вредных выбросов. Известны случаи учета данного фактора и в далеком прошлом. В 17 веке в центре Москвы, вблизи Мясницких ворот, забивали скот, а отбросы сваливали в поганый пруд. В начале 18 века скотобойню закрыли, пруд очистили. С тех пор он называется чистый. А скотобойню перевели на окраину города. Пользуясь современными терминами, можно сказать, что грязное производство было вынесено из центра города. В целом, экологический фактор до сих пор слабо учитывался при размещении предприятий. Во-первых, потому что давление хозяйства на природу было не столь значительно, как сегодня. Во-вторых, из-за неполного знания о вредных последствиях этого давления. И, наконец, в силу особого влияния данного фактора. Он действует не столько на производство, сколько на людей. Предприятие, как правило, не страдает от своих вредных выбросов. Страдает население, проживающее в его окрестностях. Борьба с выбросами, строительство очистных сооружений и тому подобное – это для предприятия дополнительные затраты. Сравните. Предприятию самому выгодно учитывать наличие сырья или трудовых ресурсов, но невыгодно учитывать экологический фактор. Общество в лице государственных и местных властей должно заставить предприятия сделать это. Повторим главное. Размещение производств на какой-либо территории целесообразно при наличии необходимых условий. Эти условия называются факторами размещения. Наиболее важными факторами размещения производства являются сырьевой, топливный, водный, энергетический, трудовых ресурсов, потребительский. Они связаны с необходимостью обеспечить производство сырьем, энергией, трудовыми ресурсами, а также реализовать готовую продукцию. Влияние транспортного фактора определяется стоимостью перевозок сырья, топлива и готовой продукции. Очень важно учитывать экологический фактор и размещать грязные производства таким образом, чтобы их выбросы не наносили ущерб здоровью населения.